Оппозиционный российский политик Илья Пономарёв присоединяется к нашей трансляции. Илья Владимирович, рад приветствовать. Добрый вечер. Как вы? Удалось восстановиться после атаки дроновой? Да, что нам будет. Всё, что нас не уговывает, делает нас крепче, как известно. Ну, допустим. Илья Владимирович, как считаете, чем сегодня ситуация на Курщине является для Кремля? Ну, это что-то, чем можно пренебрегать? Не обращать внимания? Или всё-таки в Кремле вынуждены обращать на это внимание и что-то делать? Нет, пренебрегать этим невозможно совершенно, потому что Курская операция полностью меняет любой сценарий, который может быть у Путина в голове с точки зрения завершения войны. Я абсолютно убеждён, что ему там сейчас наиболее желательный вариант – это перемирие по линии разграничения. И именно этот сценарий он всюду продвигал, и это часто звучит в Штатах, звучит в разных западных средствах массовой информации. Ну, то есть это такая магистральная линия. Курская операция полностью ликвидирует возможность этого варианта, потому что линия разграничения означает, что и Путин должен согласиться с потерей части российской территории, что для него абсолютно неприемлемо. Поэтому даже в условиях сценария мирного переговора мы уже начинаем говорить про размен территории, про какой-то обмен, а тут уже большое поле для переговоров, тут уже такое слепое давление, оно не сработает. Ну и плюс к этому, конечно, нельзя недооценивать общественное мнение. Общественное мнение как в Украине, так и в России. Для украинцев, даже для тех, кто уже начал уставать и тоже начал сомневаться, может быть, действительно лучше какой-то компромисс, но это наглядная демонстрация того, что мы можем побеждать и двигаться вперед, и количество сторонников подобных переговоров ощутимо на глазах снизилось. В России война пришла на свою собственную территорию. Стоит посмотреть, что пишут люди в пабликах в этой самой Курской области, Белгородской области. То есть, на мой взгляд, для России это стало таким Гамбургом 43-го года для Германии. То есть, когда люди поняли, что отсидеться уже, в общем, не удастся, что власть не способна отвечать за свои такие браворные заявления и реляции, что эта война приходит к ним. Насколько соответствует действительности, по вашим данным, информация относительно того, что сейчас у Бортникова от Путина есть конкретное задание исправлять ошибки, допущенные ФСБшниками, при выполнении предыдущего путинского задания, значит, освободить Курщину до октября. С этим уже точно не справились. Теперь, вероятно, от этого зависит дальнейшая судьба Бортникова в целом? Ну, задания-то можно давать какие угодно, там уже целый ряд людей, которые за это отвечают. Там и Герасимов, и Лапин, ну и самое важное, Дюмин там его, значит, это ближайший дружбан, бывший охранник, то есть, вот, который хоть и деревянный, но типа силовик, поэтому, значит, как бы типа должен бы в ситуации как-то справляться, но это не работает. Вообще говоря, Бортников, ну, ему по должности это не положено, это совершенно не его, как бы, тема. И, ну, вы только что говорили в эфире, что типа оказалось, что это, значит, не террористический заход. Но я думаю, что как раз все всегда, в общем, понимали, с чем они имеют дело. В любом случае, это армейская операция, и даже если бы это был там, не знаю, новый рейд легиона свободы России, который они называют террористической организацией, все равно он, это армейская организация по своей сути, поэтому с ней бороться надо армейскими способами, ну, и по тем действиям, которые они там совершают, там, мобилизуя разные силы, туда перебразывая, там, и Вагнеров, там, с другой стороны, и Срочников, там, и разные, там, спецподразделения достаточно качественные, которые были перекинуты в Курскую область, там, Вагнеры Шла не понимают, что это военная история, но они просто ничего не могут сделать. Что это в большей степени, то, что мы наблюдаем сейчас? Это как раз-таки поиски козла отпущения, или последние потуги, что-то изменить в Курской области? Ну, скорее, да, попытка нащупать, как это будет работать. Знаете, когда была в свое время Чеченская война, ну, в обе, на самом деле, и первая, и вторая, хотя особенно сильно это проявлялось именно в Первую Чеченскую войну, там тоже постоянно, значит, Ельцин тогда посылал на войну самых разнообразных силовиков, значит, закрывая ими дырки, посмотреть, может, этот справится, может, этот справится, может, этот нащупает, может, этот нащупает, но от того, что там было семь нянек, очень много детей оставалось без глаз. Как местное население на Курщине воспринимает операцию украинской армии? Что вообще операция украинской армии у украинских военных показала относительно отношения к ним, прошу прощения за эту автологию, местного населения на Курщине? Да никак, народ безмолвствует. Ну, то есть, те люди... То есть, им абсолютно все равно, или они вдруг удивились тому, что не укра-нацисты вовсе, нормальные ребята пришли? Смотрите, все равно, наверное, нет. Ну, то есть, это неправильно. Как, может быть, все равно, если к тебе приходит война, да, там, значит, бомбежки, снаряды, военные, стрельба, конечно, не все равно. Но вопрос в том, что российский народ, в общем, приучили к мысли, что от него ничего не зависит. И поэтому они все живут в парадигме, там, красные пришли грабят, белые пришли грабят, да, там, а куда же, значит, там, бедному еврею податься. То есть, вот этот подход, он полностью сохраняется. То есть, они приспосабливаются к той жизни, которая вот сейчас есть. Ну, естественно, от них большой запрос на решение каких-то элементарных гуманитарных вопросов, да, там, и медикаменты, и еда, и вода, и там, ну, все, что касается какой-то, значит, там, текущей жизни. Кто мог, он все равно уехал, да, вот остались те, которым ехать некуда, более пассивные. Или кто, как раз, да, считает, что они там с украинцами всегда договорятся. То есть, там, действительно очень много смешанных браков, много людей, которые и говорят по-украински. Ну, там не так много людей-то осталось относительно общей численности проживающих. Но достаточно, да, именно поэтому я считаю, что как раз попробовать с ними сделать какую-то, там, альтернативу путинской системе власти и выстроить какое-то, там, самоуправление, мне кажется, что это абсолютно целесообразный и правильный путь развития этой ситуации. Да, кстати, а почему тактика выжженной земли, которую применяют активно российские оккупанты в украинских городах и населенных пунктах, также применяется россиянами и на своей собственной территории? Так, потому что они ничего другого не умеют. Задача решить, решить проблему любой ценой. Это же вот мы то, что с вами, там, пять минут назад до этого говорили, там, значит, разных начальников, ну, то есть тем же надо перед Путиным показать, что они там что-то решили, да, что они что-то добились. Какая разница, что там с людишками произошло? И в этой ситуации и Бахмута, и Лисуджа, ну, ровно, что там, никакой разницы нет, они ровно так же себя ведут. Повлияла ли ситуация в Курской области на кремлевское решение об изменении ядерной доктрины? Или это совершенно никак не связанные факторы? Я думаю, что на это влияет не Курская область, на это влияет дискуссия по поводу дальнобойного оружия. То есть вот этого Кремль, очевидно, боится, хочет этого не допустить, и поэтому вот так вот бряцает оружием. Только я хочу обратить внимание, что ядерная доктрина это определенный документ, а то, что говорил Путин, это просто слова сказанные, значит, так, в воздух относительно своих планов. Документ это не предъявлено никакого нового. То есть это пока угроза, значит, поменять каким-то образом эту самую ядерную доктрину, но она не материализована в виде конкретного документального решения. И Песков нам говорил о том, что это будет сделано когда-то в будущем. Но, тем не менее, даже этого угрозы, которая, в общем, ничем от сотрясения воздуха не отличается, мы видим, что на американцев, например, это действует. К сожалению, Путин явно рассчитывал на это, так и предполагал, что, значит, его услышат, и у кого-то коленки там, значит, затрясутся. Ну вот они, значит, у господина Бернса затряслись, и тут же, значит, ЦРУ там сказала, что да-да-да, мы считаем вот все бессмысленным, поэтому лучше этого не делать. Лука сейчас поддакивает Путину, или он решил под шумок тоже заявить о возможности применения им ядерного оружия, размещенного Российской Федерацией на территории Беларуси? Ну, тут вообще история, ясно, что история темная, да, там понятно, что Лукашенко изначально было нужно размещение ядерного оружия на своей территории для того, чтобы всем говорить, я тоже ядерная держава, и для того, чтобы его потом, значит, там не свергали, то есть он же понимает, что там Путин вступил в фазу нестабильности своей власти, поэтому он может ее и потерять, но вот он не хочет, Лукашенко не хочет ее потерять вместе с Путиным. Вот, для этого, то есть, значит, ядерное оружие нужно. Дальше начинаются вполне традиционные вещи для Александра Григорьевича, который любит надувать усы и, значит, говорит, что я вот сам по себе, значит, крутой, и поэтому он говорит о том, что вот я буду принимать решения о применении, значит, ядерных устройств, которые находятся на своей территории. Мне бы очень хотелось посмотреть, как это будет выглядеть, потому что, во-первых, Путин и сам неоднократно подчеркивал о том, что ядерный арсенал остается под российским контролем, во-вторых, он просто объективно так сделан, что без ключей, которые, соответственно, находятся в Москве, никакой Лукашенко ничего не может сделать, то есть он может разобрать эту боеголовку, да, но применить ее в качестве боеприпаса он совершенно не может, да, для этого надо ее полностью переделать. Вот, поэтому мне кажется, это тоже там определенный элемент блефа и бряться не оружие. То есть, как бы ни развивались события, вы считаете, что применения ядерного оружия, ну, точно там со стороны Беларуси не будет? Я понимаю, это прогнозы, которые неблагодарные, что Украину хотя бы... То, что Беларусь не может это сделать в отношении Украины или кого-нибудь другого самостоятельно, я в этом уверен абсолютно, да, то, что для этого нужно согласие Москвы. А то, что Москва там реально будет применять ядерное оружие, я в это совершенно не верю, потому что, ну, одно дело вот этой вот, значит, питерской ГПТ, которая там сейчас собралась в Кремле, значит, топырить пальцы и говорить, сейчас я там, значит, моргал и выколю, и все такое дело, да, там другое дело, реально что-то такое сделать, после чего прилетит ответка. Причем здесь сдерживающим фактором являются как Соединенные Штаты, так и Китай. Китаю тоже это нафиг не нужно. Китай, большие планы, на мой взгляд, на Российскую Федерацию самостоятельные, вот, для того, чтобы превращалась она в, там, значит, ядерную пустыню с радиоактивным пеплом, да. Не то, чтобы в Пекине были бы против, чтобы Путин там улетел в рай, как он всем обещает, да, но вот, чтобы он с собой не прихватывал там природные ресурсы и все остальное, а они на данный момент неразделимы. Какое влияние будет иметь продвижение украинских войск по российской территории? Первый вопрос, но он состоит из двух частей, да, вторая его часть. И какова должна быть роль, как вы считаете, РДК и Легионы Свободы России в процессе продвижения украинских войск по российской территории? Ну, конечно, я считаю, что российские подразделения должны играть в эту центральную роль, ну, с поправкой на свои военные возможности, да, потому что, ну, РДК, например, это ударное подразделение, штурмовое подразделение, в Легионе четыре батальона, но только один из них штурмовой, а остальные носят поддерживающий характер, там, минометчики, там, дроноводчики, да, там, начали и так далее. Вот, поэтому, наверное, там чисто самостоятельно играть роль продвижения они вряд ли могут, хотя играть роль, там, броска на Москву, когда будет получен подобный приказ, наверное, они бы вполне бы с этой задачей бы справились, тем более, что, думаю, что был бы целый ряд добровольцев и украинских, которые бы к ним в этом, в этот момент присоединились. Но по Курской области там же задача не только непосредственно, там, фронтовая, да, но там задача еще, например, полицейская, задача тылового обеспечения и так далее. И мне кажется, что, конечно, лучше всего бы с этим справились именно бы сами россияне, то есть легче всего находить контакт с местным населением, зарабатывать, кстати, политический авторитет тем самым, ну и показывать, там, модель будущего, которую мы, там, все вместе столько времени разрабатывали в рамках съезда народных депутатов. А какое влияние потенциально будет оказывать продвижение украинских войск, в том числе, там, в их числе, там, РДК и Легион Свободы России по российской территории, вглубь российской территории? И насколько глубоко должно быть это продвижение, как вы считаете? Понимаете, на эту тему есть спор с военными, да, то есть есть, значит, некоторые наши коллеги, которые считают, что надо вот последовательно, там, зашли в Курск, потом зашли в Орел, да, то есть, там, зашли в Тулу, ну и вот как бы тут Москва. Вот. Я лично считаю, что это будет напрасная трата ресурсов, людских жизней, это медленно и на самом деле дает противнику возможность отмобилизоваться против, да, причем как в военном смысле, так и в пропагандистском. Я считаю, что господин Пригожин показал нам, как на самом деле это должно быть сделано, и есть еще ресурс в виде, там, партизанских сил, которые находятся уже на территории России, они на самом деле намного более многочисленны, чем подразделения на фронте, они превышают их по численности раз в 10. вот, и это как раз то, что можно использовать непосредственно для вот революционных событий в Москве. Но сейчас, наверное, задача, то есть, это надо делать тогда, когда для этого будут благоприятный момент, там, значит, какой-то разброд и шатание в российских верхах, какая-то критическая ситуация, то есть, вот когда там какая-то трещина, вот в этот момент ударит, да, то есть, не в момент спокойствия. А пока я считаю, что вот эти приграничные территории, вот тут надо, там, расширять, да, и там есть Брянская область, есть Белгородская область, но просто сил на это не хватает, да, и мы же видим, что происходит в Донецкой области, то есть, просто недостаточно резервов, и как раз тут тоже, наверное, если было бы более серьезное привлечение вот российских подразделений, кстати, не только российских, но и других подразделений иностранного легиона, там, белорусы очень хотят, значит, что-то делать, есть грузинские части, есть чеченские части, есть дагестанские части, вот, то есть, все бы они бы очень бы, мне кажется, могли бы сильно помочь украинской армии на территории Курщины, а может быть, и вот подлегающих областей. Весьма вероятно. Илья Владимирович, спасибо большое. Илья Пономарев, российский позиционный политик, присоединялся к нашей трансляции. Благодарю. Спасибо.